Москва-ИГИЛ. Маршрутом перпендикулярным молодой жизни со всеми ее радостями предпочла воспользоваться еще одна столичная студентка. Учебе в престижном ВУЗе, работе в фэшн-сокровищницах Петровского пассажа, девушка предпочла объединение подонков со всего света, запрещенное в России как террористической организации. Мы должны употреблять эту формулу о запрещенности, всякий раз упоминая ИГИЛ по предписанию Роспотребнадзора. Так вот, на сегодня у нас уже есть три беглянки, у которых много общего. Юность, интеллект, учеба в ВУЗе, хорошие семьи. Вместе с Евгением Мужиковым попытаемся понять, что вынуждает молодежь бежать в логово к этим отъявленным негодяям, вместе бросая здесь всю свою жизнь. Жень, вот мне иногда кажется, что не оформившимся личностям просто не хватает какой-то правды в жизни. Может быть, им повсюду кажется фальшь, моральные ценности нынче товар, да, а юным душам хочется любви, войны, настоящих эмоций. Вот твои соображения над чем? Ты знаешь, ты сказал, любовь, я вот изучил внимательно последние нашумевшие три вот этих случая, они как под копирку. Три девицы, москвички, обеспеченные, с хороших семей, отличницы, но одинокие все как одна. И отправляются за каким-то неведомым мне, например, женским счастьем к боевикам в ИГИЛ. Но маршрут вот к этому счастью пугающий, прост. Билет в безвизовую Турцию на самолете, можно даже в один конец. Дальше уже в Санкт-Петербург, Восток, и вот уже турецко-сирийская граница, перейти которую труда не составляет. И вот уже совсем рядом сирийский городок Алеппо, оплот боевиков и женское счастье там же. Маршрут понятен, тему любви ты не раскрыл. Как именно девушку вербуют? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...